Привет, ребята! Меня зовут Раиль, и вы попали на мой музыкальный блог. Сегодня мы разбираем песню группы «Пятница» Я, Майка. Еще раз напоминаю, что мы разбираем песни из видео «25 песен за 8 минут», где я исполнил все вот эти песни, которые для вас сейчас я разбираю. Итак, поехали! Я не помню, как я родился на свет. Было белым для или зеленым, это не важно. Я не помню, сколько мне лет. Фотографии нету на паспорт, где мой первый порт. Я, Майка, я, наверное, родился в Майке, на твоих руках, на моих ногах. Песок, я хожу без носок, босиком. Мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта. Я, Майка, я, Майка, я, моя, 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 я майка. Вот такая вот, друзья, у нас песенка. В оригинале она играется как раз на гитаре с нейлоновыми струнами, как раз на которой я вам сейчас выказал. Такой мягкий звук они дают. Итак, ладно, рассмотрим аккорды, какие у нас тут. На третьем ладу берем Г, М7, аккорд. Потом в нижней посадке берем С, М7. И потом еще где у нас распевается Ямайка, у нас есть такие аккорды. А, Ди, Эс, А-решетка, ну, Ля, Ди, Эс на шестом ладу. И еще есть аккорд Д, М7. Вот эти аккорды нам нужны. В куплете у нас варьируются два аккорда Г, М7 и С, М7. Итак, вам покажу бой, который повторяется на протяжении всей песни. Берем аккорд К, М7. Он звучит так. То есть, как вы слышите, у нас есть приглушенные удары тоже. Как их сделать? Мы просто расслабляем пальцы, не сжимая никакую струну, и бьем по струнам. Давайте рассмотрим медленно. Дергаем сначала бас, шестую струну, потом вниз, вверх, приглушенными. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Заметили, что у нас чередуются два удара с зажатыми струнами и два не зажатыми, ну то есть приглушенными. Бас, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вниз. То есть, чтобы сделать звук приглушенным, вам просто нужно расслабить пальцы. А когда нужно их зажимать, просто надавливайте. Ну, логично. Вниз, вверх. Так повторяется у нас четыре раза вступление, и начинается куплет. Я не помню, ну и так далее. Итак, поехали. Ещё раз. Наши CM7, тоже такой же бой. Бас, только на пятой струне дёргаем. И опять GM7. То есть, как вы заметили, что на GM7 у нас бас, это шестая струна, а на CM7 у нас бас, это пятая струна. И вот так повторяется у нас куплет. Сыграю для вас куплет медленно. Я не помню, как я родился на свет, было белым или зелёным, это не важно. Я не помню, сколько мне лет. Фотографии нету на паспорт, где мой первый борт. И припев. Я майка. Я, наверное, родился в майке, на твоих руках, на моих ногах. И сон, я хожу без носов. Басиком. Ну, в общем, вы поняли, да, как идёт. Далее идёт этот. Тут тот же самый бой, только немножко он укороченный. Берём аккорд А диез. Ну, Ля диез. А решётка. Дёргаем шестую струну бас. Вниз, вверх, заглушёнными. И вниз один раз. То есть два раза зажатыми, два раза приглушёнными, и один раз снова зажатыми струнами. Ещё раз. Бас. Вниз, вверх. Вниз. Бас. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз. Дальше аккорд ДМ7. То есть, если у нас аккорд ДМ так стоит, то нам просто нужно убрать мизинец, чтобы было ДМ7. Также и на аккорде ЦМ7. Тоже убрать мизинец. И на аккорде ГМ7 тоже нужно убрать мизинец, чтобы аккорд стал ГМ7, ЦМ7, ДМ7. Ещё раз поехали. С аккорда А диез. Шестая. Вниз, вверх. Вниз. ДМ7. Пятую дёргаем. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз. Дальше аккорд ЦМ7. Тоже дёргаем пятую. Ещё раз. Тут два раза он повторяется. Так, ещё раз. Поехали. И целиком ещё один раз вот этот круг повторяется. Всего, значит, два раза. И снова начинается. То есть... То есть... Ещё раз. Ещё раз. И переходим на аккорд ГМ7. То есть, когда там У-У уйдёт, у нас плавно переходит снова на аккорд ГМ7. И два раза повторяется первоначальный бой. Как бы такой проигрыш. И пошёл второй куплет. Я не помню. И таким самым образом у нас повторяется в песне три куплета, три припева. Так, надеюсь, вам было всё понятно. Ещё раз повторим припев. Дёргаем бас вниз, вверх, вниз, бас, вниз, вверх. Вниз, бас, вниз, вверх, вниз, бас, вниз, вверх, вниз, бас, вниз, вверх, вниз, бас, вниз, вверх, вниз, бас, 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 бас Если вы не знаете, как берётся ГМ7, ЦМ7, то есть откуда она взялась, эта семёрка? Эта семёрка означает септаккорд. То есть на гитаре вам просто нужно убрать бизинец. Вот так выглядит аккорд ГМ. Убираем бизинец. ГМ7. И тут то же самое на ЦМ. И на ДМ. Друзья, друзья, такой совет. Раз я вам показывал бой, там, вниз-вверх, да, это не означает, что вот эти все движения вниз-вверх нужно играть ровно. Нужно как-то немножко с раскачкой играть. То есть... Даже оттягивая вот эти зажатые струны, они ровно... Ай. Ну, это нужно прочувствовать. Нужно влиться в этот ритм. С такой... Раскачка немного идёт. Ну, это у вас со временем придёт, я думаю. Регги мой любимый стиль. Если честно, наряду с роком. Но... Регги очень классный ритм даёт. Но не об этом сейчас. Ребята, на этом, я думаю, урок нужно закруглять. Всё, что я хотел вам показать, я показал. Надеюсь, урок был полезным. И самое главное, подписывайтесь на канал, чтобы дальше изучать различные песни, учиться играть на гитаре. Я буду давать вам разные советы и особенно разбирать различные песни. У нас ещё впереди другие песни, извините, 25 песен за 8 минут. Надеюсь, их мы до конца разберём, а потом посмотрим, может быть, даже по выбору будем разбирать. В общем, учите различные песни, играйте, бойте и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин